а вот тут вот видите научился разбираться короче поверьте нашла я сделал фотографию полсотни своих абрикос чистенькие не то что дырок пятнышек на них нету до сих пор опять второй год подряд опять делю дожди опять абрикосы не замечают сейчас пока не замечают селевые груши и яблони так не только абрикосы но трепалы к концу года они если дожди не прекратятся они начнут сдавать прошлом году ни одно пятнышко я начинаю подтвердить так теперь получается что раз у вас дарьки в листьях значит их жрут бестогрызущие насекомые больше некому так есть у вас дёрн если он постоянно как ну только обкашивается но остается все на месте значит там более-менее хотя им тоже не в подарок муравьям когда мы косим но все-таки достаточно количество чтобы защищать деревья это у меня ну и второе не калечить абрикосы не делать им штамбы не делать ежегодную обрезку без причины я все режу только когда черники нужно только в этом случае ну и первый год-два надо немножко сформировать вот сразу бывает тут раз ему еще метра он уже вот так и до земли тут приходится немножко участвовать это чисто прагматически необходимость и вот получается что 10 абрикос здоровый они подлетают этот самый рук подлетает там и любая нечесть только еще рука понюхает не она для меня смертельно сок который в здоровом дереве смертелен для всех жуков нет других причин нет не искалеченный абрикос ваш допустим и если это основание то есть все зарощено если там процветают муравьи а абрикосы у меня я за свою жизнь сразу три или четыре видео на абрикосы плю вот но я же тоже калечу так что бывает но но сотни случаев когда я подходил фотографировал когда я просто смотрел сотни случаев за все годы на тысячи случаев на листьях абрикосов тли нет так почему не может она их жрать не годятся они также и для жуков для всей мечести ладно как мог пытался ответить вот теперь свиньи наконец-то наступило тепло ну что поздравляю так по моему где-то на севере а уверенно что проедает кто-то они проявление комико кстати если чистенькая дырочка скорее кто-то полакомился ну гусеницы они тоже не боятся они здоровые деревья не едят они отравляются от этого вот кто кроме гусеницы жуки 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 и жуки которые жрут только так хорошо даже это когда их много даже слышно как хрустят вот а комикоз это уже другое опера не ну если бы я увидел фотографии в кого вправо комикоз вы сказали дырки а еще дырка не видел глаза так здравствуй курган желтые пятна на листьях груши больная груша что я скажу больная груша желтые пятна может означать только два или мне хватает питательных веществ или это уже не просто не хватает а уже начали умертвляться ткани листьев груши и поселяется уже грибы плесень которые это самое но правильно геннаграда пишет ржавчина ржавчина это те же самые грибы так но опять же гадаем надо же видеть фотографии часто это легко раньше-то как советы давать приходит письмо там надо на трех страницах расписаны беды в саду вот жду ответа я пару ночей не сплю посылаю тоже три листа 6 страниц ответ что может быть артеку от этого легче сюда шло две недели шли письма от меня опять две недели это было вот уже садись множество а я все же совет мой аппарат найдет а сейчас тут же раз фотографии тоже посмотрим еще раз говорю грибы вывести невозможно их мужик слегка умертвить но от этого метричина на деревьях меньше не станет вот так добрый вечер куск аномальная жара все горит влаги диастерии не хватает поливайте только помните как я говорил поливать пункт с неба так называемая дождевание абрикос начинает желтеть худо дело когда абрикос желтеет дальше умрет причину надо искать всегда когда 90 99 процентов случаев и 100 и вы становитесь на колени разгребайте ищите причину там где корневая шейка потому что просто так и угробить него очень сложно у нас нормальная погода понятно виноградов 32 дождей какое письмо длинное мордовия все сеянцева так в этом сезоне все сеянцева сын манджурса 23 на прививке хабаровский села прячься есть никогда такого не было для меня такая редкость я даже не могу собрать коллекцию длинная абрикоса к сожалению пришлось делать хим обработку против в случае до или бокселистия после обработки лист начал останавливаться надо было раньше посадка абрикоса семнадцатого года цветение второй сезон ухты плодов не было все посажено видом склоне сад расположен на холм и здорово весной снег сходит с холмов нет застой воды буду наблюдать хотел бы увеличить посадки увеличивайте он у меня в это 20 банок трехлитровых скотчек увеличивает единственное замечание смотрите опоздали я никогда я последние годы я просто перестал бороться с плюей асоса больше ничем и никогда не боролся только слой я занимался выращиванием саженца на продажу лично я я это делал 5 10 обработок ядохимикатами именно питомника но еще молодые деревья сам себе посадил на второй год смотришь для я опять обрабатывать третий год четвертый потому же дерево такой вот полтора моих роста не сожрет и прекращал а сейчас вообще просто перестал я саженца не вращу но даже те которые у меня сам лично себе посадил одну-два клетки я тоже перестал обрабатывать но у меня просто здоровья нет а они почему-то в нашем саду тля сильно не злобствует я замечал у меня есть фотографии я могу показать кто бы приехал чтобы снять там телевидение вот идет ряд яблон молодых вот абрикосов они более мощные такие уже нависают над яблонами но яблон них ни одной клипки я знаю почему тля боится абрикос а у вас абрикосы жрали так что-то не то что-то там не так хоть вы пишите про застоя нет и про холмы что-то не то не должны были бы тля так сильно жрать но хорошо бывает особенно молодые деревца беззащитные потом когда-то не вырастут эти абрикосы и там заходите опрыскать не сможете не дотянетесь а пока да я никогда не брезгал а именно я боролся только с тлей пусть и на абрикосы на сливах и на яблонах больше не на сливах на чирящих никогда не было на листьях редкий случай на этих самых на сливах на одних сортах были на других нет на грушах нет на абрикосах нет и вот получается что раз уж опрыскивал маленький совет был случай пусть он у меня не часто когда приходит письмо мне в памяти беспамятные врезаются еще те письма врезались когда не был интернет вот я опрыскал этот химикат как-то написано отлил мне все деревья пожелтели и листья упали ну то есть он их сжег может не так инструкцию прочитал но я говорю так знаете ампула на 5 литров на 10 2 миллилитра 5 миллилитров все инструкции написано раздавили размешали вот по бутылкам разлили а потом опрыскали одно дерево нормально тогда дальше видели тлю сожрало дерево живо листья целы и тогда опрыскиваете уже остальные вот так и пораньше я сколько раз говорил только для появляется это маленькая точка на одном из верхних листьев с нижней стороны у это время опрыскивает а никогда все скрутила просто крутила она же почему скручивать пистиля для чтобы они не добрались ни виние не эти ни божьей коротки Хух, что-то долго, что-то, Антон Валерьевич, вы еще живы, отъезжие, это, настоящие подвижники, все правильно, Антон Валерьевич, вот, когда-то меня заменится, учитывая, что он моложе, его, его, это, его недостаток, молодость, пройдет, волочная вишня посажена в семнадцатом году косточкой, в этом году два десяток плодов, сильно поражается, кстати, у меня не поражается, немножечко так, слегка, что-то опять не то, косточкой посажена, знаете, когда-то, была такая градация, самая нежная, самая гниющая шейка ко мне, именно волочная вишня, не у абрикоса, не у груши, это потом, возможно, это, где-то, чуть-чуть косточка поглубже посажена, вот, и только вот, начиная с шейка гнить корневая, начинается, вот, этот самый манилиоз, так, ух ты, Ярова, серьезный доклад, это, где-то, витамины, ага, ну, это мою пользу, если вот этот доклад мою пользу, то есть, я надеюсь, продать косточки абрикосы, потому что мне нужно выживать, не только мне, но и десятку, маленьких, таких, маленьких человечков, которые не знают слова папа, ни разу в жизни не слышали, не видели его, не слышали, таких добрых десяток, поэтому я даже, поверьте, может, кому-то поможет моя косточка от опухоли, вот, и кому-то не достанется именно досада, но у меня свои проблемы. Поправка вышесказанного, кроме, либо, был еще какой-то вредник, который обедает листья абрикосы, появляются личинки с внутренней стороны листа, потом лист закроется в трубочку, затем становится дырявым, ну, что это, господи, развернули, посмотрели, все, все знакомы, здоров, здоров, здравствуй, Константинович, из воздушных отводок может ли вырасти полноценное дерево, насколько он долго есть. Воздушные отводки еще пропагандировал, еще в мичуре, вот, ясно, что это получается регулятивное размножение или клонирование, как можно назвать и так, вот, корни он даст, посадили, яблони терпят, почему, они даже без корневой шейки, они как-то более-менее приспосабливаются, выживают, так, они не боятся влаги, перевлажнений, вот, если вы про яблони, да, абрикосы даже и не пробуйте, они просто корни не дадут, а если дадут, то потом погибнут, вот, сливы можно, вот, как раз то самое, кто терпит влагу, может из воздушных отводков, почему, 2-3 года, вы с урожаем, сколько продержится дерево, это уже второй вопрос, вот, оно может продержаться 5-10 лет, потом, по идее, должно сгнить, именно из-за того, что у него нет корневой шейки, в принципе, раз вы воздушные, а что такое воздушный отводок, ну, найдете в этом, в интернете, мы не будем сейчас, я отказался от обрезок, но в прошлом делал сильные обрезки, прошлые обрезки не сократят для жизни дерева, если обрезку прекратить навсегда, но если надо прекратить, хватит уже издеваться над деревом, а сколько уже ему предстоит жить, столько и жить, потому что я видел сотни деревьев, в которых, это самое, жизнь уже, жалко, не могу я сейчас, и времени нет, показать вам фотографии 5-10, чтобы вы поняли, что теперь вам нужно просто ждать, вот, да, сократян, вы прекратите, но то, что было, прошлое, а эти самые, это как инвалиды, вот, насколько труднее выжить инвалиду, вспомните, я показывал эту фотографию, эту знаменитую картину, где незрячий вел слепых в яму, вот, долго ли проживут незрячие, долго ли проживут люди с одной ногой, наверное, короче жить будет, вот, или инвалидная коляска, сделали дерево инвалидам, теперь ждите, что будет, так, воздушные отводки, плохо растут, в случае, в случае, болеет и нет роста 2-4 года, ну, я почему специально сказал, что, ну, дай бог яблони еще как-то, остальное вообще глухо, а где Силай, я живу в Харькове, так, ну, что, привет, земляк, для меня все украинцы земляки, я с особым пиететом отношусь именно к украинцам, я их здесь, когда встречаю, я их хожу, я вижу лица украинские, я говорю, ну, что, бабушка, дедушка с Украины, да, по-украински это, разумеешь, не, ни слова, самое обидное, а так, даже по лицам узнаю, по некоторым этим оттенкам голоса узнаю, так же, как и этих самых рязанцев узнаю, москвичей, которые охают, вот, так что, приятно, что это самое, что у меня в Харькове есть друг, так, я коневые, если привил, это оставляю, оставляю там, где и привил, не пересаживаю, а, корневые, ну, понятно, это нормально, я тоже так делал, не раз, у нас в этом году проблемы с яблонями и грушами, бактериальный ожог, разнесли насекомых, а, что вы взяли, чтобы бактериально разнесли насекомых, эээ, тут всё гораздо сложнее, ребята, это может быть диагноз ошибочный, насекомых тут ни при чём, на деревьях много пропало веток, так, земля, где вы живёте, сейчас, сначала завялись веточки, кончатка, ветка, запрещение заболевания, станция биологической защиты, что взялся насекомых, это всё жесть, вот только насекомые ни при чём, бактериальный ожог, вещь страшная, страшная, я знаю людей, которые пытались бороться, заливая буквально, не только ядохимикатами, но и этим антибиотиками, которые могут, казалось бы, помочь, с насекомыми можно не бороться, они ни при чём, тем более, что, когда борются с насекомыми, почву отравляют, и хороших насекомых уничтожают, получается, не сад, а кладбище, вот, как бы назвать, радиоактивное какое-нибудь кладбище, вот, всё гораздо сложнее, а то, что станция дала заключение, она права, вот, как вы написали, пропали ветки, завяли цветочки, потом кончатка, да, горько, но ещё, если это в Сибири, то это, да, горько на совсем, есть и в Европе, я до сих пор собираю информацию, но ещё такого нет, бесы, как у нас в Сибири, вот, я не говорю, что у нас бактериальный ожог, очень похоже на, мы его называем сами, наука молчит, и по барабану мы называем, опытники, там, любители называем это бактериальный рак, он похож на рак, но он идёт изнутри, не снаружи, рак, это ладно, там, рак принято считать, что это грибы, а грибы, это не так страшно, ой, такую тему затронули, подуши отводки и бич сосхода, это тоже верно, не стоит ими заниматься, ну, зачем всё через задницу, правильно вы написали, вот, я же сказал, пожалуйста, делайте отводки, ну, и прави Алексея, и все правы, засуха страшная, саженцы сохнут, вместе опускаются, хоть поливаются, ну, вот, что же это опять с Украиной случилось, а, тогда было страшно, 2002 год, у нас зацепило Брянскую область, и приграничье прямо с Украиной, да, а вот ваше этот самый, Харьков, это тоже приграничье, а на Украине несколько этих самых областей полностью погибло всё, а зима и хлеба погибли, всё погибло, и вот тогда получилось, что и опять, и западная Европа, все ваши, ваша вода, всё в западной Европе, 5 областей золотонуло, господи, и нашли время воевать друг с другом, это я не про вас и не про себя, такая подлость воевать друг с другом, когда нужно помогать, вот, не просто саженцы сохнут, у вас и хлеба, значит, сохнут, так, корневая поверхностная, наверное, да, корневая всегда поверхностная, так, теплицу делайте для этого, а то кому вы говорите, я о каком, теплица такая подлая вещь, она копит болезни, вот, вы знаете, почему я теплица, вот, хорошо в Сибири, хорошо морозы, хорошо насквозь продуваема со всех сторон, вот, и теплицу назвать нельзя, так, лёгенькая защита для персиков, а настоящая теплица не для деревьев, а пусть там помидоры будут, есть вечно зелёные растения, но абрикосы не вечно зелёные, даже персики не вечно зелёные, так, однако у меня корневая отводка слив без пересадок себя чувствует, вот, пожалуйста, вот привитая черешня скрутила все листья, так, дальше идём, что живой корень просто необходим для сухой плимак, ну, естественно, не зря же это сомнение, но отводки такая вещь, что они не предназначены там, где это, для особых районов, а не везде, воздушные отводки не дают стерживой корень, правильно пишите, ещё вариант корневой отводки, и это правильно, корневой отводки отрезаем из могилерского дерева до сухого жарба клима не очень хорошая идея, и это правильно, так не отрезать, не отрезаю, и это правильно, да, я плеваю шарта на злосые деревья, да, страховки, наверное, слово страх, вот, для страховки, правильно, и это правильно, в Полтайе бывает засуха, рука проползает, правильно, господи, я вам уже и не нужен корневой отводки для такого климата, правильно, песок хуже, однако растут, вот, я когда смотрю, когда на песке растут гигантские, эти самые, сосны, у которых всего-то несколько метров, жаденький корень, гигантские сосны, на песке, я уже ничему после этого не удивляюсь, просто не удивляюсь, так, песок держит лагу, если снизу глина, посмотри, песочную детскую, летом 20 сантиметров свой песок, они же влажные, а у меня глины нет, песок, сколько ни копая, так, вот, еще повезло, глины труднее, песочную, надо было ходить детство, шутка, у меня глины много, могу подарить, шутка, значит, так, у меня был от жары засох, саженец, сливы почти до корня, а в этом году снизу от села пошли почки, был удивлен, думал, еще дерево труба, теперь, несмотря на засох, листья зеленые пока, так, саженец от косточки был, наверное, а так, от косточки, раз вертикальный, корень должен быть, да, вегетативный, а, видите, вертикальный, семечко усилийской груши, заказ на вас не зашли, стоит ли ждать сходы в следующем году или другие заказы, стоит ждать, так, значит, у меня, насчет усилийской груши, два, два уникальных случая, извините, я потрачу еще время, Натан Валерьевич, вы еще живы? Вот, у нас уже 12 час, а, нет, погодите, да, да, сейчас, 12 час, так вот, я не могу пропустить вопрос, полу раз задали, значит, два случая, каждый год сходили груши, садил всегда осенью, однажды, не взошла, не взошла, а на второй год взошло, вот, буквально, все было, сплошь, зелень, то есть, такое впечатление, что ни одна не взошла, первый год, и как будто бы, не считал, конечно, садил по тысяче обычно, как будто все, все несколько лет, когда они у меня кончились, я в ногу снова посадил, и опять осенью, я сюда не стратегизировал, лень, да и некогда, они не взошли, думаю, ничего, подумаешь, я держу в чистоте грядку, там, заставляю помощницу, там, выщипывать сорняки, и на второй год не взошла, и на третий не взошла, получается, что, стоит ждать входа, у меня получилось 50 на 50, раз дождался, раз не дождался, это весь мой опыт, чтобы потом привить на них культурную, из культурных зашла только одна, да, лесных нет, в Адмуртии, в Иржевске, а как теперь семечки хранить, снова высушить, как снова, вы же их посадили, или они у вас, до сих пор где-то в этом, в холодильнике, погодите, давайте еще раз, обычно ошибка запрещает в том, что, допустим, выпивши, не взошли, но они на грядке, или на грядке, то, что рассказывает, это про грядку рассказывал, что надо держать в чистоте, ждать еще год, а у вас теперь непонятно, из культуры взошла одна, лесных нет, а теперь в семечке хранить, снова высушить, как высушить, вы что, они же маюханьки, невозможно теперь найти из грядки, логично, что они у вас это, хранятся-то до сих пор в холодильнике, а разве можно было хранить в холодильнике, даже если не зашли, апрель высаживать все подряд, еще раз, ваша ли ошибка, или, может, я не так понял, но если у вас они до сих пор в холодильнике, конечно, высаживайте их, то есть, если сейчас до сих пор не зашли, пусть так в холодильнике до осени хранятся, потом высадить, вот, а у меня, ну, как бы вам сказать-то, надо лезть в холодильник, так, вы как говорили, что усырики очень морозостойкие, поэтому я хотел их посадить, а местные уже договорились, что у них есть, но тоже привиты, я хочу взять семена, а на черта вам семена брать, если вы посадите мои, вырастите по двое, берите черенки теперь, зачем у семена-то культурных, что-то вы немножко это, перестарались, когда лучше заказывать кроссик саженцы, остались у вас две книги, книги еще есть, у меня этот, Павел звонит и говорит, еще книги прислать, я говорю, я за две недели три продал, книги есть, так, заказывайте, это раз, когда лучше заказывать кроссик саженцы, урожай 2020 года сейчас продают, цену еще не повышал, так, схожесть-то у них не хуже, как минимум, чем будут те, которые вот сейчас созревают, это я гарантирую, потому что опыт такой есть, вот, вспомните, сколько было, кто меня знает давно, я же не скрывал ни одного письма, сходили как миленькие, пролежав лишний год в холодильнике, в сухом виде, вот, а саженцы, ждите, нет, не так, звоните Сергею Железову, лучше сейчас, у него все равно, они же как, я говорю, саженцы плохо берут, но отнимают, что вообще плохо, вот, подавай фаину, он может сказать, извините, фаина раскоплена, понимаете, есть же эксклюзив, получается, лучше звонить сейчас, договорить сейчас, оплачивать сейчас, а потом ждите, когда вышли, ну, все, ответил, ВК высылает по каталогу, шурики, а с артикультурных, есть там лады, сварок, не знаю, он не пишет, но за меня не надо было отвечать, я просто высылаю каталог, там я 19 год, список, так, я его и на вебинарах показывал, вот, на следующем, вот, допустим, лады сейчас созревает, сварок созревает, конечно, я заготовлю семечки, буду продавать их уже когда, ну, где-то они, сварок поздно созревает, лада пораньше, ну, где-то с сентября, октября буду высылать, семечки, и лады, и сварога, вот, шурики, они сейчас есть, так, но это 19 год, не халтурь, я открыто говорю, 19 год, пожалуйста, заказывайте семена, а с артикультурных, извините, у меня они просто кончились, теперь надо ждать целища урожая, то есть, с сентября, дальше пишет, конечно, хотелось сделать, оставить на зиму старые, те, кто не взошли, а, это хотелось сделать, оставить, я так и не понял, все-таки в холодильнике хранить, но вы поняли, ладно, пишите, я поняла, а вот кончики обрекоз до сих пор сходят, потому что идут дожди, а в апреле не хотели сходить, боюсь, только смогут ли только, подготовиться к зиму, я тоже не знаю, бывает как, поздно взошли, но длинная, очень длинная, теплая осень, посмотрим, вот, а почему сейчас именно, я это проходил, вот наступила весна, ни одного дождя, полтора месяца, представляете, не всходит, не всходит, я уже потерял надежду, когда начали всходить, ну, а я же тоже не волшебник, вроде бы с ассифицирован, вроде все как обычно, а потом он им показывал фотографии, академики взошли, королевские не взошли, что им надо было, мышей не наблюдала, самое как говорит про мышей, а вот слизни есть, слизни, все, и где слизни, там сыро, все, не годится, это, когда слизни есть, вот посмотрите, не много ли поливаете, то есть, может быть, когда дожди, уже слизни есть, а если вы еще и поливать умудряете, слизни, это признак, слишком сырости, большинство растений, деревьев не выдерживает, климат, который понравится слизням, по совету ВК, культурное феврале начало, а в сирийске начало марта, планировала посадки в апреле, но были заморожки, посадила позже, так, холодильники 3-5 градусов, почти все котики абрикоса съели мыши, очень расстроилась, наверное, лучше доказать сажен, сажала под носковик, ой, горько, я посадила контейнеры, вынесла на улицу, так себя до сих пор, некоторые растения сходят, контейнеры на улице, а почему нельзя было просто на грядки посадить, контейнеры это, это как тюрьма, что вас в тюрьму посадили, что саженцы в контейнеры, сейнцы, видела, что котики проклевывались, на следующий день эти скорлупки, ну, это есть кому жрать, у меня одни скорлупки, неправильно посадили, смотрите, как идет латинков, был латинков с брусками, да, молодец латинков, он садил осень, а как же мыши зимой, я не знаю, как у него мыши зимой, но мой совет, садить весной, это совет железа, уже, это, меньше проблем, зимой все проморожено, весной посадила, после сертификации, грустно, такого метода, косики семечки, дети хотели, чтобы выросли, да, грустно, бактериальный ожог, что до вас добралось, ой, как правильно, в случае, чувства необходимости делать, правильно сделать обрезку, но это, извините, целое искусство, это, как я объясню, это целое искусство, просто так, это тоже, что научить вас, мясника, рубщика мяса, делать это, человеку, операцию, так же тоже, сейчас я ничего сказать не могу, дай время вышло, я за теплицей, написал в Сибири, что от мороза не гибли в жаде, семеренко в Сибири, и тропическое растение выращивал, тропическое, да, на то и тропическое, весь зеленый растение, для них теплица спасения, а у нас, я обрекусь ни за что не вырасти, пробовать бесполезно, вот, то тропическое, для затеплиц, в теплице много не вырасти, это все не серьезно, у вас, допустим, Харьков, да, что мы там, может, все, что у меня растет, можно вырастить у вас, да еще деревья только будут в два раза мощнее, и урожая в пять раз больше у меня, все-таки, знаете, приемный сын мой, помню, привез его с Украины, да, ну, сколько ему тогда было, семь лет, а я сам просидел с детства где, на череснях, на огромных череснях просидел, а он приезжает, все, у меня сад взрослый в работе, ну, а это и приезжал мой этот, мой отец с Украины, и отец говорит, у вас, вот заметьте, это важный разговор, малина слаще намного, смородина вкуснее, яблоки вкуснее, груши вкуснее, все вкуснее, вы представляете, а у него сад, он даже персики выращивал там, на этом, в Хершонской области, в то время, сейчас там уже дом не наш, в этом, и отца нет, могила только, и это самое, Змеевка, никого не осталось, все помирали, братья моего помирали, все помирали, родители, деды, вот, а ведь, и когда я последний раз приезжал, я резал веточки, вишни попросил, а там чужие люди жили, и дом был раскатан по камушкам наш, вот, это ладно, а перед этим, это самое, там все было, и отец мой персики посадил, все можно было расти, и вот он говорит, а у вас тут в Сибири, все вкуснее, мне это так удивило, все вкуснее, вплоть до, ранее тогда, полукультура, а сам Курдюмова у меня, когда гостил в неделю, у нас говорит, не яблоки, у нас картошка, это не яблоки, картошка, а у вас, вы представляете, как здорово, вот, а ребенок, что мне сказал, все, батя говорит, все, все хорошо, только у вас на деревьях, нельзя залезть, они маленькие, ладно, проехали, семечки на грядке, но я их нашла, а, так вы умудрились все-таки грядку посадить, а еще и семечки умудрились найти, вот эти, малюхи, невозможно, ну все, ребята, закончился наш разговор, а что такое новое сообщение 26, а, ну-ка я нажму на все, не дай бог 26 вопросов, нет, не вижу, ну слава богу, на этом, наверное, конец наш, так, мы с Антоном Валяевичем посоветуемся, вот, я уже, подожду ваши, потом пройдет время, ну, сколько, рассылку мы обычно делаем в последний день, вот, или это будет суббота, или понедельник, так, до сих пор, непонятно, подожду ваши реакции, и количество участников, вот, обычно, в последнее время, 20, 30, ну, было и 50, и 70, но, я понимаю, дальше сезон, все смотрят потом в записи, количество не повлияло, что понедельник, то, если была суббота, тоже было бы 27, 30, ну, вряд ли больше, посоветуемся, и решим окончательно, почему, главное наше, сейчас так принято смотреть потом, в свободное время, в удобное время, за неделю набирается 500 просмотров, пока это наш потолок, почему вы не рассылаете эти самые, спасаем друзьям, и очень мало знают людей, в эту горькую правду, все, друзья, до свидания, спокойной ночи, Антон, спасибо за все, за дорого терпения, как теперь это выключить, я теперь этого не знаю, спасибо, очень много, - - - -